Актер, музыкант, Александр Поветкин. Здравствуйте. Прежде чем прочитать письмо Бориса Макарова, я бы хотел зачитать вам его приветствие. Привет и самые добрые пожелания участникам встречи с моим другом. Не унывать, не сдаваться, жить и любить жизнь. Борис Макаров. Село Акша. Село Акша. Теперь его послание. Слово о книге. Испытание памяти. Я спросил своего знакомого, известно ли ему имя Геннадия Головатова. Тот ответил, неизвестно. Я прочел ему восьмистишье сила. Ну как же, сказал знакомый. Помню, помню. Такие стихи достаточно прочесть один раз. Счастлив поэт, чья строчечная суть укоренилась в памяти и сознании других, даже если оказались запамятными его имя и детали его биографии. Эти несколько строк из статьи поэта, переводчика, критика Широшевского, «Ощущать, ощущать». О творчестве нашего земляка, поэта Головатова, опубликованная 33 года назад в журнале «Молодой коммунист». Эти слова не потеряли своей значимости, точности, верности и сегодня. В них критерии оценки творчества любого поэта, любого литератора. Действительно, если я иду с внуком или внучкой по-зимнему, накрытому серебряным снежным покрывалом лесу, и мы, взбодренные морозцем, увидев на заснеженной лесной дороге следы машины, начинаем не сговариваться в один голос, вспоминать хрестоматийные строки. «Однажды, в стадионную зимнюю пору, я из-за всенишни, был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору лошадка, везущая хворосту в лоз. Если мы вспоминаем, думаем о любимой женщине, забытье приговаривали. Я помню чудное мгновение, Передо мной явилась ты, Как мимолетное видение, Как гень чистой красоты. Если человек, оказавшись в экстремальной ситуации, в такой ситуации, когда у него из груди готов, как у гоголевского остапа, вырваться крик «Слышишь ли ты меня?» Вдруг вспоминается, слепые не могут смотреть в небо, Немые не могут кричать яростно, Безрукие не могут держать оружие, Безногие не могут идти вперед, Но немые могут смотреть гневно, Но слепые могут кричать яростно, Но безногие могут держать оружие, Но безрукие могут идти вперед. Люди старшего поколения, современники Забайкальского, большого российского поэта Геннадия Головатова Помнят, с какой громоподобной силой прогремела Прозвучала над бескрайними просторами страны, называющейся Союзом Советских Социалистических Республик Стихотворение нашего земляка Сила Занявшее первое место во всесоюзном конкурсе поэтов, объявленной газетой «Комсомольская правда» Эти слова, эти строки и стихотворения заучивали тысячи людей И тысячам людей они, как огненное сердце Данка, озаряли путь вперед, путь к жизни, к свету, к солнцу Взрывная волна стихотворения подняла и самого поэта Казалось бы, да что там казалось бы, обреченного на неподвижность На замкнутое существование в четырех стенах однокомнатной комнатенки И позволило ему на крыльях всенародного уважения Всенародной любви облететь десятки городов и областей страны Его встречали, слушали любители поэзии Москвы и Петропавловска-Камчатского Харьков и Севастополь, Иркутска и Днепропетровска И, конечно же, он, будучи по натуре человеком скромным и предельно самокритичным, получил полное право сказать самому себе Всем нам! Я состоялся! Я победил! Я есть! Своё право на бессмертие Геннадий Головатый Он подтвердил добрым десяткам книг, изданных в Чите, в Иркутске, в Москве, в Симферополе В том числе и полноценными, полнокровными книгами избранных произведений Вышедшими в свет уже после окончания им своего невероятно трудного, но яркого, славного земного пути Книга-испытания, стихи Книга-избранная в двух томах Ещё и ещё раз хотелось бы отметить любовно проделанную работу всех, кто участвовал в издании этих книг Олега Афанасьевича и Надежды Давыдовны Зимовой Елены Фёдоровны Куриной Геннадия Георгиевича Богданова Художников-оформителей Родных и близких Геннадия Головатов Геннадий Алексеевич Головатый был и остаётся пророком Настоящий поэт всегда пророк Это отмечали и отмечают его родные и близкие, друзья, коллеги и читатели 50 лет назад поэт, тогда ещё делающий первые шаги в большую литературу, сказал «Я останусь навсегда, я останусь навсегда неоконченным» И он остался Остался со своими родными и близкими, со своими друзьями, со своими читателями Со своими современниками и потомками Передо мной книга Выходные данные Город Новосибирск На обложке книги Портрет поэта и человека Образ которого будет всегда примером совершенства, благородства и силы духа Головатого Таким ярким и многогранным, каким его не знали даже некоторые из друзей и поклонников Как вам относит себя автор этих строк Особую ценность книги придают воспоминания и рассказы о замечательном поэте и человеке Его сыновей, романы и силы, сестры Валентины Берегов, учителей и учеников Аксеново-Зиловской школы, соседей, земляков, учеников в творческой мастерской Головатого, писателей и профессионалов Степанович, Тимофеев, Кобенков, Шерешевского И сегодня мы можем сказать Геннадий Головатый выдержал испытания не только на важность и нужность своего творчества На востребованность его тысячами земляков, тысячами россиян Но и на добрую память о себе Не только как о талантливом поэте, но и о человеке Человеке с большой буквы Одним из стихотворений мне хочется закончить свой беглый образ коллективного труда писателей и читателей сборника «Я есть» О поэте и человеке, отдавшем людям свой талант, свою любовь, свое сердце Не переходь Не переходь Не переходь, извините Друзья мои и Родина моя И жизнь моя Уже ли не кончается? Им нет конца в пределах бытия Они ж не в мире В сердце начинаются А сердце не приходит никогда Тепло свое другим отдав навеку Оно лишь истекает, как вода Лесных бочах Чтоб не иссякли Время А сердце не приходит никогда Тепло свое другим отдав Навеку Борис Макаров Член Союза писателей и журналистов России Заслуженный работник культуры Российской Федерации и Агинского Бурятского округа Почетный гражданин Читинской области АПЛОДИСМЕНТЫ Застоп!